Это немелкоклеточный рак легкого. Наверное, это та патология, которая за последние десятилетия сделала наиболее мощное открытие, поскольку развитие идет в разных направлениях. Если раньше, еще в конце 90-х, все достаточно было просто, если у нас была одна схема, которая применялась как и при немелкоклеточном раке легкого, и не надо было задумываться ни о чем, то, конечно, сейчас уже эта схема достаточно сложная, я не буду ее подробно описывать, но хочу сказать, что действительно за последние десятилетия у нас появилась какая-то надежда, когда мы встречаем уже пациента с раком легкого. Если раньше мы думали, что химиотерапия 9-10 месяцев максимум, если не лечишь, 6 месяцев, и во многих регионах России вообще рак легкого не лечили, оставляли его, но потом лечили молочную железу, там, где был эффект, а рак легкого и так проживет свои 6 месяцев, то сейчас, конечно, появился свет в конце туннеля, и в первую очередь этот свет, наверное, появился, когда мы начали определять определенные драйверные мутации, такие как мутации GFR, которые мы узнали в 2004 году, где-то, наверное, с 2006 года она начала определяться в России, и мы уже увидели те эффекты по длительной выживаемости. И, конечно, на сегодняшний день уже как бы встречая больного с раком легкого, особенно, так сказать, если это больной не курящий, мы в первую очередь, конечно, надеемся выявить у него какую-то мутацию. В первую очередь, конечно, надеемся на ALK, потому что это вероятность, то, что больной проживет 5-7 лет уже при наличии многих ингибиторов ALK. GFR тоже неплохо, потому что тоже медианная выживаемость составляет 3-4 года. Но остается у нас еще ряд мутаций, которые уже имеют препараты, такие как РОС-1, допустим, БИРАФ. Ряд мутаций изучаются, такие как МЕД, РЭД. Сейчас на последнем съезде были очень хорошие доложены результаты погодичной выживаемости на ингибиторах РЭД. Но, тем не менее, так сказать, вот эта группа с драйверными мутациями, она составляет, наверное, не более 20% от всего пула пациентов рака легкого. И, конечно, вся остальная часть, вся остальная часть, это более 80%, это практически весь плоскоклеточный рак, это большая часть немелкоклеточного рака без мутации, как у нас на отделении жаргонное его называют, трижды негативный рак легкого, то есть ALK, GFR отрицательный, ALK отрицательный, РОС отрицательный. То есть это, конечно, поле для применения химиотерапии и последние годы, конечно, иммунотерапии. В разных сочетаниях, в последовательности или одновременно. Но, тем не менее, так сказать, это именно то поле, где вот как раз мы можем применять сочетание различных методов лечения, которые уже включают в себя не таргетную драйверную терапию, а именно вот химиотерапию и иммунотерапию. И, конечно, все вы знаете эти лица, ну, билевских лауреатов, которые, в общем-то, действительно, наверное, совершили революцию. И революция эта в первую очередь отмечается тем, что нам удается неизлечимых заболевания, не мелкоклеточный рак легкого перевести в хроническую фазу. Как вы видите, уже есть результаты 9-летние. То есть есть пациенты, которые начали принимать первый препарат неволомап еще 9 лет назад, и до сих пор эти пациенты живы. И на сегодняшний день уже мы имеем вместо 5-процентной 5-летней выживаемости, когда у нас единичные больные выживали, и то поскорее, потому что они жили, потому что мы поэтому их лечили. Вместо этого мы имеем уже 6-летнюю выживаемость 14,7%. Светлана Анатольевна показала те препараты. Здесь они показаны, это, так сказать, американско-европейское, так сказать, одобрение. Все, кроме авиалумаба и тримиллумаба, у нас в России уже эти препараты одобрены и широко применяются. И в настоящее время, так сказать, фирмы соревнуются, кто первый добежит до финиша, у кого, так сказать, будет больше показаний, кто, так сказать, экономически выиграет в этой гонке. Ну и хочется отметить, что, наверное, все-таки в эту гонку вступили российские компании. Компания Биокат подала документы уже на регистрацию препарата, тоже антипидиодин проолгоменат. Сложное название, но можно его выучить тоже теперь. И, в общем-то, я надеюсь, что этот препарат тоже займет достойное место в лечении рака легкого, тем более, что, по нашим данным, по ощущениям клиническим, он работает не хуже, чем у большинства иностранных препаратов. В некоторых случаях даже мы видим очень хорошие эффекты и даже лучше. Ну а если, так сказать, говорить действительно о выборе антипидиодного или антиапидиодного препарата, то я этот слайд уже, так сказать, показывал и в прошлом году. Действительно, пять экспертов, которым предложили назначить лечение, каждый из них, так сказать, выбрал свой препарат. Поэтому, действительно, все имеющиеся препараты, и Нивлумаб, и Пембролизумаб, и Атезолизумаб, они имеют место для выбора. И в каждом случае определяется либо предпочтением лечащего врача, либо просто наличием того или иного препарата. Ну и в этой лекции я хотел бы показать последние данные, которые были опубликованы недавно. Буквально две недели назад, с 7 по 10 сентября, проходила конференция в Барселоне, Всемирный конгресс по лечению рака легкого, и уже были представлены данные пятилетней выживаемости. Как видите, начиная уже с первого года, есть преимущества при применении Нивлумаба. В данном случае объединены исследования, два очень крупных исследования, которые объединяют более 900 больных, где во второй линии сравнивался Нивлумаб с Достоксилом. И кривые действительно достаточно хорошо, как вы видите, расходятся. На третьей фазе, на большой группе больных, показано, что 13,4 больных переживают 5 лет. То есть это та группа больных, которые уже, как я уже сказал, перешли в хроническую фазу, так сказать, и только 2,6% больных, которые получали Достоксил, были, так сказать, к этому моменту живы. И, как вы видите, тоже выживаемость без прогрессии. Практически, так сказать, уже к третьему году не остается больных, которые живут без прогрессии на Достоксиле, в то же время как 8% больных на Нивлумабе остаются еще без прогрессии при лечении во второй линии терапии. И вот это плато, оно действительно, так сказать, это плато сохраняется очень долго. И, как вы видите, те больные, которые прожили уже 3 года, могут с уверенностью до 69% дожить до 5 лет. А те пациенты, которые прожили 4 года, уже с уверенностью 88%. То есть процент, по мере, так сказать, выживаемости, процент у нас продолжает увеличиваться. И поэтому те пациенты, которые ответили на терапию, они действительно имеют шансы жить дольше. Поэтому будем наблюдать дальше, будем смотреть, как это будет происходить. И надеюсь, что с совершенствованным методом лечения будет увеличиваться количество пациентов, которые у нас живут 5 лет и более. Ну, как я уже сказал, вот эти 5-летние данные были представлены на участвованной конференции в сентябре в Барселоне. Действительно, до сих пор, конечно, не ясно, как долго нужно лечить пациентов, потому что 10% из выживших больных, кто получал лечение в течение 8 месяцев, кто получал лечение в течение 43 месяцев, часть из этих больных уже не получает никакого лечения, но иммунный ответ сохраняется. Поэтому еще очень много вопросов, которые предстоит решить, но тем не менее мы уже знаем, что выживаемость 5-летней – это вполне реальность. Ну, показания, которые существуют для иммунотерапии на сегодняшний день, вы все хорошо знаете, я их не буду перечислять. Вот, и применяются препараты сейчас и в первой линии, в монотерапии при высоком уровне ПДЛ применяется, так сказать, в сочетании с химиотерапией. И из нового, то, что произошло буквально месяц назад, это то, что было зарегистрировано у нас в Дурмалумаб препарат. Наконец-то, Светлана Анатольевна об этом уже сказала, действительно, было исследование достаточно крупное по ЦИФе, где было показано, что применение Дурмалумаба после лучевой терапии приводит к тому, что у нас улучшается выживаемость без прогрессии, видите, 17,2 против 5,6. Сейчас уже есть данные по трехгодичной выживаемости, которая превышает достоверно просто лучевую терапию. Ну и самое главное тоже, действительно, что уменьшается количество метастазирования после лучевой терапии, как и в общем, так и у метастазов головной мозг. И на сегодняшний день зарегистрированы показания значения Дурмалумаба после последовательной и одновременной химио-лучевой терапии. Ну, самое интересное, конечно, то, что мы будем иметь в будущем. И, конечно, будущее иммунотерапии, как мы можем увеличить тот небольшой процент, около 20 на сегодняшний день принимал к количественному раку легкого, который отвечает на иммунотерапию, это, конечно, за счет комбинации различных вариантов. Это комбинация, конечно, с различными вакцинами, возможно, это комбинация с лучевой терапией, применение, так сказать, различных комбинированных методов иммунотерапии и использование иммунотерапии на более ранних стадиях, когда у нас опухолевая масса, конечно, еще она меньше, и эффект иммунотерапии может развиться лучше. Ну и, конечно, самое главное, тоже на сегодняшний день нерешенная проблема, это маркеры чувствительности к иммунотерапии, потому что показатель PDL, он, конечно, позволяет нам выбрать, так сказать, из общей массы тех пациентов, которые лучше ответят, но, тем не менее, больные, которые имеют PDL 0, отвечают тоже так же, иногда очень хорошо, так сказать, и, по сути дела, мы не можем отказать этим больным терапии гибитерами чекпоинта, потому что только потому, что у них PDL отрицательный, потому что есть отличный, отличный отвечающий пациент, и я в конце приведу пример нашего пациента. Ну и то, что было отмечено, в последних исследованиях, опять-таки, комбинация химии и иммунотерапии. Появляется, так сказать, новый вариант двух методов, которые дают свой синергизм. Как вы хорошо знаете, так сказать, с одной стороны, казалось бы, что применение цитостатиков должно ослаблять иммунный ответ, но на данной ситуации оказалось наоборот. Применение стероидов перед иммунотерапией, оно снижает эффективность, а применение цитостатиков, наоборот, повышает. И здесь несколько механизмов, которые, так сказать, могут это объяснить. Во-первых, это и повышение иммуногенности опухоли, это уменьшение опухолевой массы, влияние на супрессорные клетки, поэтому изменение экспрессии ПДЛ на опухоли клеток. Поэтому, конечно, так сказать, вот это именно сочетание, оно достаточно интересно. И на АСКО 2019 были представлены данные исследований Кейнот-189, это неплоскоклеточный рак, где было показано, действительно, что сочетанное применение иммуно-химиотерапии, на данном случае использовался пембромлизумаб, при всех вариантов экспрессии ПДР1 дает преимущество. И действительно, так сказать, эта новая опция достаточно хороша, и уже в первой линии мы можем использовать применение вне зависимости того, какой уровень ПДЛ сочетание химиотерапии и иммунотерапии. А в тех случаях, когда у нас высокий ПДЛ, мы можем использовать и даже монотерапию. Ну и, соответственно, необходимо тоже отметить исследования, которые проводились с мутационной нагрузкой. Те пациенты, которые имеют более высокую мутационную нагрузку, они отвечают на лечение лучше. Вы тоже хорошо знаете вот эту статью, которая была опубликована уже два года назад, где было отмечено, что больные с высоким уровнем мутационной нагрузки и высокой ПДЛ экспрессии, они отвечали на сочетание неволомаб и поприумоломаб значительно лучше, чем просто, так сказать, химиотерапии или монотерапии неволомабом. Это было также показано для общей выживаемости. Большие, так сказать, сейчас надежды мы связываем с результатами лечения на ранних стадиях, то есть, где мы сможем использовать иммунотерапию у больных, которые подвергаются операции и могут быть радикально прооперированы. Здесь перечислена малая часть исследований, которые проводятся в адевантном режиме, такое же количество исследований проводится и в невоадевантном режиме и действительно, так сказать, логически оправдано применение иммунотерапии на той стадии, когда еще опухоль имеет меньшие размеры и иммунной системе может быть проще с ней справиться. Все вы знаете тоже эту работу, которая еще была представлена два года назад на АСКО. Сейчас уже количество больных в этом исследовании увеличилось, было представлено в свое время 20 больных, сейчас их больше уже 40, когда после двух всего введений иммунотерапии, только два введения было в невломабу, мы видели полные и значительные морфологические ответы, так сказать, у 43% пациентов. И сегодня мы исследуем, так сказать, наших пациентов после операции, иногда даже не находим опухоли, то есть имеется полный, полный регресс, и поэтому, в общем-то, наверное, хирурги немножко уже дрожат, пациент, потому что химиотерапевт-онкологи у них забирают хлеб и, в общем-то, так сказать, скорее всего, скоро заставят их заниматься только биопсиями и контролем лечения с помощью иммунохимиотерапии. Вот, поэтому ждем результатов, к сожалению, так сказать, эти исследования длительные, они направлены на изучение выживаемости, и, конечно, результаты крупных рандомизированных исследований мы узнаем еще не так скоро, но все-таки, так сказать, предварительные данные говорят, что, конечно, применение иммунотерапии в предоперационном периоде, оно, конечно, как мне кажется, даже интересно более тем, что мы можем оценить сразу, так сказать, после удаления опухоли лечебный патоморфоз, и это будет помогать при выборе тактики лечения, ну и, соответственно, тоже в адевантном режиме тоже, так сказать, предназначение иммунотерапии для удаления и элиминации оставшихся опухолевых клеток, оно, конечно, очень и очень интересно. Ну и в заключение хочу привести один пример, может быть, он тоже не совсем стандартный, но, тем не менее, так сказать, это наш опыт, наш пациент, который поступил к нам в январе 2018 года, к этому моменту он уже болел полгода, пациент достаточно был соматически тяжелый, у него он курильщик изоядлый, причем выраженный, очень выраженный хобл, сердечные патологии, инфаркт миокарда в анамнезе, трактологический постинфарктный кардиосклероз, и достаточно был истощенный, история у него такая, в общем-то, при относительно небольшом выявленном образовании в С2, видите, 2,4 на 2,3 сантиметра, то есть опухоль изначально была не распространенная, он обратился к врачам и попал в наш онкологический диспансер, где при бронзископии был выявлен экзофитный рост и гистологически определенный плоскоклещенный рак легкого. Стадия была, как вы видите, Т1Б, то есть размер опухоли был небольшой, но тем не менее лимфоузлы к этому моменту уже определялись, и в целом на момент постановки стадия была 3А, операбельная. В июне он обратился, обследовался, в сентябре была консультация таракайного хирурга. И учитывая показатели, объем форсированного выхода всего лишь литр, тестив 54%, и фракция выброса 51%, конечно, операция ему была отказана, сказались, вам надо обратиться к радиологу. Ну, пока пациент ходил к радиологу, опухоль успела уже вырасти, видите, уже к январю, когда он попал на консультацию к радиологу, уже опухоль распространилась уже из 2-го на 6-й сегмент. И радиолог сказал, что, знаете, мы не можем четко определить границы опухоли, там есть еще параконкрозное воспаление, и мы не возьмемся вас лечить, соответственно, идите к химиотерапевтам, они вас спасут. Он к нам попал, проверили ПДЛ, ПДЛ меньше 1%, обсуждали вопрос терапии, сформировалось мнение, что и химиотерапию, к сожалению, в связи с такой тяжелой патологией пациент не перенесет. И поэтому была назначена ему такая нестандартная терапия, неволомап, 3 мг кг веса 2 раза в месяц. И несмотря на то, что это показания может быть не совсем по рекомендации, пациент у нас ответил на это лечение. И вот на сегодняшний день эти динамика в марте мы начали лечить, к декабрю мы уже отметили частичный ответ. И в мае этого года у нас был зафиксирован уже полный ответ на лечение у этого пациента. Видите, на компьютерных томографах видим ток явления фиброза. В настоящий момент пациента я наблюдал 3 дня назад. Он поправился, хорошо выглядит. Но, к сожалению, у него сохраняется его сопутствующая патология. выроженный хобл. Но с онкологическим заболеванием нам удалось добиться ремиссии. На сегодняшний день можно сказать, что в ближайшие годы скорее всего ему надо больше бояться хобла по крайней причине а не онкологии. Спасибо за внимание. хобл. Хобл.